Тихо. Администрация довольна нами, как мы поработали на выборах. Всем благодарность объявили и так далее, и так далее. Так что я вам объявляю благодарность, спасибо, молодцы. Потрудились на славу, не опозорились перед администрацией, что ветераны не работают. Ветераны бойко работают. Ну теперь ходите с протянутой рукой к ней. Правда, что Володя, умница. Уже нету никаких. Один тогда остался? Кутляр один остался. Слава Богу, что осталось. Ворота туда растут, сейчас можно, говорят. Д 那 мы не добирайтесь, пожалуйста. Тот не направляйте. и все что-то на мою землячку направляют. Ты смотри, мне и так один глаз не виден. Ты смотри, что ты такой-то, юмористы не то. Сразу чип вставляют, и все настройки. Я потихонечку давай, вот. Если тебе доверили, никому больше. Про землячку все знаю. А как я о нее знаю, ты знаешь? Даже один глаз не виден. Знаешь, за что я ее уважаю? За то, что в лицо говорит правду всегда. Она не скривит ничего. Знаешь, как мы с ней бывает спорим? О, о тебе, наверное, налил. Нет? Ну ладно. Дорогие уважаемые коллеги, о чем вы пашете головой? Вы тоже так же в молодости говорили много. Мы, учителя, привыкли много говорить. И двойки ставить. Нет, двойки не ставила. Я хочу... Мы сегодня собрались по такому прекрасному поводу. Потому что прожить в браке 45 лет – это огромный срок. Тут никто не может таким похвастаться. И я хочу поздравить вас, Михаила Ивановича и Людмила Константиновна, с этим праздником. И от нашего совета ветерану вручить вам памятный подарок. Я думал, знак какой-нибудь. Как говорится, будете сидеть вместе и пить кофе или чай. И, Михаил Иванович, вам, чтобы вам было хорошо сидеть. Сидеть. Да. Сидеть. Еще раз поздравляем. Поздравляем. Желаем счастья, здоровья. И еще, чтобы прожили лет хотя бы 50. А у меня дополнение, дополнение. Вы не слышали новости. Новости, новости. Все. За это у нас. Нет, нет. Нет, нет, нет. Герои расскажут. Может быть, придется их уболзать отсюда. Молчи. Сверху свинина, а внизу... Барашек. Да. Для мусульман. Да, кто что? Кто мусульман сейчас сразу знает. Слушайте, а хлеба можно мне вкусить? Да, пожалуйста. Ой, хлеба. Люблю. Ой, спасибо большое. Сколько овощей, еще и хлеб. Мне хлеба. А, нет. Ты по себе-то не суди, Михаил Станшин. Можешь вообще не есть. Тебя жена уже накормила. Неплохо 55 лет кормит. Да, ты знаешь. А тут люди, может быть, и побольше прожили. А видишь, как ищем, где свинина, где это ешь? Они специально пришли поесть. А они вот так. Мне все равно, что свинюшка. Ты говори о мудрости женщины, чтобы прожить то, что нет, там, 60, 30, 40 даже. Это говорит о том, что женщины такого характера. Дай Бог здоровья. И это 50 пока у вас 5, а следующие будут вообще замечательные. Это уже ближе к хосту за женщин. Женщины, давайте кому-то. Володя, у тебя где? Давай, Володя, я тебя наливаю. Так и быть, поухожу за тобой. Ты меня в хорошем свете покажешь. Это я знаю дальше. В красном, в красном, в красном. А кто виноват, если он не закрывается? Вот это он. Спасибо, спасибо. Я тоже тебя очень люблю. Вот все, видите, после второй стопки уже пошло. Я тебя люблю. Это приятно за столом сидеть. Так, ну что, дорогие мои. Зионергию. Да, 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 советует им. Так сказали, как бы у Владимира Владимировича. Да. Тоже не знаю, кто там звонит. Ай. Наталья, сейчас я дам. Итак, Ольга. Что было нам несколькотворение для вас? Дорогие женщины. Ну и мужчина вроде здесь присутствует. Да, что-то, да. Поэтому, наверное, хочется сказать, действительно, ну, такой срок, это очень большой. Так а вас там гораздо меньше. Намного, намного меньше, да. Нет, вопрос к чему. Вот узнав эту пару, да, узнав эту пару, я почему говорю сегодня так, потому что действительно вот жена и муж, это действительно эти, наверное, святые слова. Одна сатана, говорят. Когда, значит, трудную минуту, я, честно говоря, обращался к ним. В каком плане? Ну, вот как-то было. Во-первых, Михаил Ивановичу, когда надо было поднять казачество, мы сидели тоже за таким же столом и так далее. И он говорит, Валер, а ты говоришь, а давай, я, вот, а нет их и так далее. Взялся и казачество было. Тяжелое время наступило, убирать, так сказать, на производстве, некому было. Всех обошли. Я к нему позвонил, говорю, Михаил Иванович, ну, может, кого найдет. Он говорит, через два дня тебе скажу. Слушай, говорит, не нашел, пойду со своей любви. И вы знаете, вот это настолько вот, и не раз слышишь это и так далее. Я никогда, а в городе уже много тоже прожил, не слышал никогда плохих слов об этих людях. Вот я говорю о вас двоих. Действительно, почему? Потому что как очень много мужчин состоится в том, что когда у него хорошая половина. Тыл. Тыл, да, вот я правильно высказали. Потому что когда однажды меня награждали, ну, не, однажды, там, и так далее, генерал, как такой уже возраст, Петухов Игорь Игорьевич, говорит, Олег Александрович, вручаю вам награду. Я так это раз мысленно, он говорит, вот половина твоя, половина твоей супруги. То есть настолько вот эти слова мне впали, и думаете, твои, ваше, иди право, да, я не задумываюсь, да, ушел на глаз, он пришел, покормили, да, вроде бы все, да, а ведь это же так, и вот все. Но бывает как-то что-то, действительно, сохранив, я уже долго не буду, сохранить такую любовь, она есть, без любви, 55 лет не поживешь, поверьте мне, я 42 лет, вот и так далее. Поэтому, за счастье, будьте всегда такими, берегите друг друга, а мы будем на вас смотреть, и тоже, каждый тянутся, у кого сколько, 55, у кого что-то, чего-то, поэтому, Михаил Иванович, поздравляю вас, действительно, счастья вам, любви, самое главное. Спасибо. Моя, 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 моя. Немножко, конечно, обидно. Так, ну, да, Катя, ну что-то вы сидите за что-то, что-то тебе обидно. Я ж подожди, мы выпьем, опасно, ему обидно выскажутся, что сейчас тут просто прервем. А я как будто и лечу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, мы были здоровы, дядя Семенович. Дай вам лечу, дай вам здоровы. Пожечь вам еще немножко, дай вам здоровы. Да, конечно же, надо. Вы меня извините, я прошу. А про кухню висплети, пожалуйста. Нет, ну, повторил бы, как это ты, это самое, выбирал? О, слушай, это такое было дело. Я оренбург, она, знаю, у нас там все такие, знаешь, один на один и так далее. И, значит, мы, а я был студентом Лесенского колледжа, нас трое было. Идем, и вдруг, знаешь, девчонкам пристают ребята там, ну, будем так и говорить. Ну, мы тоже шли чуть-чуть под этим спивбаром, это не надо тоже. И когда, значит, туда-сюда смотрю, ну, конечно, как же так. Я, тем более, моряк, пограничник, все, и вдруг тут обижаешь женщину. Вообще был такой человек. Я бросился, конечно, сюда-сюда. Они говорят, я говорю, ну, теперь, значит, мы вас проводим вдвоем. Ну, эти часы, ребята, шли вообще. Идем, идем. У меня уже мысль другая, одета хорошо, она в торговле. А, да, всю жизнь, да. Думаю, идти, твою мать. Куда-то уже и к лесу подводят. Ну, сейчас у последней снимут, что у нас осталось. Думаю, нифига, может, это какая-то это самая получилась. Мы, значит, идем дальше. Все, идем, идем. Через мост. Думаю, что такое. А, нет, под мостом там тропинка. В ТОС на два. В общем, умотались. Мы дошли, проводили там уж не до поцелуев. Думаем, на последний автобус опоздали. Пешком до Лисины. Такое трудное занятие. И вот так у нас завязалось. Ну, потом, значит, какой-то период где-то в районе полу... Слова. Браво, жениху невестки! Сколько лет вы прожили вместе! Поздравляю с датой чудной, с вашей свадьбой изумрудной! Вы, как прежде, молодые, бодрые и удалые. Проживите же без мед еще много-много лет. Улыбайтесь, не грустите. Только в радости живите. Вы едины. Вас года не разлучит никогда. Наташа Лисина. Красивая. Она молодец. Вот смотрите, Мурзин какой красавец. По делам. Умница. Предал Бузулук наш. Да мы поймем, давайте. Мы поймем, давай скажем. Мы уже да, сами. Господа поречные. Поздравлю вас, сердечная. Да. Молодым и старым. По нраву ваша пара. Дружные, красивые и семья счастливая. Ценят дело, любят труд, в душах с верою живут. Это очень. Образцовая семья. Вас люблю за это я. За это я. С юбилеем поздравляю. Всем такой любви желаю. Папа. Аплодисменты. Девушки. После этого меня учатся. Вы можете посмотреть это. Мультфильм. Ну, саец, погоди. Это такая жутка! Да. Да. Саец, погоди. Да. Ну вот, проживаю. У него девять детей. Девять детей, и вот Анисим поспорил с Ефимом на бутылку, на четверть самогона. Выиграли эту четверть самогона, вот сидят вся компания, мать спрашивает, Ефим, ты будешь? Да нет, я не хочу. А ты, Филас, будешь? Да тоже не хочу. Ну, я тогда Анисиму отнесу, он всегда хочет. Ну ладно, девочки, раз уж за самогонку заговорили. Ну-ка, ну-ка, выдай. Так я вам хочу сказать, что я после сиськи начал самогонку пить. Два года или полтора года, что ли? Да, да. Может, мне надо это рассказывать, стол-то портить. Да, может, не надо. А то сейчас пока любью я скажу, что у меня три было. Вторую, вторую испортил. Вторую. Сила есть, Льма не надо. Вот уже все, видишь тебя, после четвертки вообще будет. Ага, так сейчас он во всем признается. Люда, аккуратно, не сильно так запах. Подожди. Люда, бесполезно налогу. А просто, чтобы... А на кучах вытащить ее. Люда, подожди, ее вот так выпьем. Подожди, вот так. Фым. Остан. Михаил Иванович, здоровье есть, он говорит, вытащит. Здравствуйте. 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 Заходи. Не-не-не. Что ты хочешь? А кофточка мне моя? В какую? Ты анекдот хотел рассказать? Батька мне, батька пришел в 46-м с войны, мать умерла в 44-м. Мы жили пять детей, одни. Ну и вот, батька нашел невесту и должна быть свадьба. Ну и нам было, черт, а четыре годика. Самогонку стали гнать. Ну такой аппарат какой-то здоровый был. Это там, воду и все такое прочее. Ну, нам это ехало, болело. Лама там стоит, кружка, и туда капает. Мы с братаном, в двойняшке. Он на два часа старше был, царство имя, ясно. Мы залезли под стулья туда. Наблюдать. Как оно капает? Капает, капает, потом он говорит. Ну что, давай попробуем, что это такое. Ну, короче, мы напробовались. Залезли куда-то под кровать. И там уснули. А нас ищут. Дети пропали, дети пропали. Вот так вот самогонка. Познакомился, да? Первый раз познакомился. Михаил Иванович, вот это да. На Кубани эту самогонку из пшеницы, из бурака, из осливы, из яблоки. Боже мой, чего такое не гнали? Вот смотрите, какой организм у него. Так что мы выросли на этой самогонке. А там нельзя спиться. Там, извините, ты выпьешь 100 грамм, тебя накормят так, что ты потом пей хоть литр. Ты не будешь пьяный. Где это так, а? Это на Кубани, на Украине, в Белоруссии. Вот на Украине я согласен. Украине, да. И в Белоруссии так же. У меня родни там Кубань. Конечно, Кубань. Так потому что там же все растет. Вот вышел в огород. Вот Михаил Иванович говорит всего. У нас во небесное умер меня брат. Так у меня брат был технолог. Вы скажите, назовите хоть что-то, из чего нельзя гнать водки. Сальси вогнал. Из кукурузы, из пшеницы, из картофеля. Из помидоров. А яблоки, груши, вишня. Все это все. И с каждой пахнет по-своему. И приезжаю я, попробую это. Посмотрите, с какой радостью рассказывать. А, Миша, с какой радостью рассказывать. Какой дорогой у меня был брат, я вам патентовать надо это дело было. Чего надо? Золото. За патентовать, говорит, надо было. Понимаете, а вы нищие. Еще хочу добавить. Я, ну вот когда отец после войны женился, да, мы переехали на Кубань. Туда поближе. Кубань, прям, ну, метров сто от Кубани жили. Километром или метром? Метром. А, то есть прямо на берегу. Ну, прямо на берегу. На границе. Ты бежит не рассказываешь, ты что-то. На том месте еще там спиртзавод был. Понимаете? Какое место? Там спиртзавод мирового значения. Туда пшеницу, кукурузу там, угнали спиртзавод и на экспорт делали. Блин, чтобы мясо повторялось. После спирта там барда. Барда, которую кормили скотину. Все округло. Кормили. И в 47-м мы сами мы ели эту барду ложками хлеба. Голодовка была. Голодовка такая страшная. Так и что вы хотите? Как там не спиться? Если, вот, ну, потом уже, когда я взрослый уже приезжал туда, мои, так сказать, одноклассники работали на спиртзаводе. И вот рассказывают, Сережу это вызвали на трибуну, комсомольское собрание. Серега стоит за трибуну, держится, пойдет не упасть. Ему говорят, Серега, ну ты скажи, что больше не будешь. Он сказать не может. Известно лишь тебе. Но я не сетую на это. Что нет возврата в озорство. Приемлю жизнь, как торжество. За жизнь у всех своя плата. И я плачу. Мечту за честь. А осень тоже золотая. В душе я, как прежде, юный. Со мной супруга дорогая и внук. Он шустрый. Словно в юности. Ах, ты шустрый. Вот видишь, как ты ответил здорово. Молодец. Видишь, как вы. Ох ты. И вот искренне говорю, что бы Людмила тебе не говорили. Вот скажи, Оля. Мы вот просто как люди, с уважением от Михаила Михайловича. Очень любим. Мы его очень любим. И если даже нам это скажут, мы именно вот искренне. И никаких вот, как бы вот это самое, темных мыслей. Вот, поэтому я хочу вам пожелать. Я хочу, чтобы вы, Людмила Константиновна, оставались такой, какая есть. И Михаил Иванович тоже. И чтобы вам было много-много здоровья. Чтобы только открыл я. Много-много здоровья, счастья. И живите долго и счастливо. И радуйте нас. Мир да любовь к вам. Мир да любовь. Вы знаете, очень красивая пара. Это на самом деле. Это правда. Это искренне. Вот это и искренне. Твои слова до Бога уничтожили. Ну, правда. А как же иначе? Это что? Это правда. С ума, девочки, за нас. Многие уже уходят. И счастье такое, когда в таком возрасте доживают вместе. Это такое счастье. Это по-хорошему. Вот сердечно завидуешь этому. Ну, у каждого свой путь, как говорят. Своя судьба. И хотелось бы, чтобы дольше и дольше они были вместе. И в паре. Да они даже не поняли, что 55 лет были. Им кажется, как пять. Да, как один день. Наша жизнь каждому как один день. Жизнь не снесется, а шляпу сносит. Все там какие-то яблочки воздушные. Жизнь не снесется. Да и не заметили, как будто бы не жили. Скажи? Ну, это наш пример. Это пример, понимаете? За ваше терпение, да. А сейчас уже это... За ваше терпение. Я не могу похвастаться своими... Нет, мы Михаила Чернановича знаем. За терпение. Казаком 55 лет это вы. Это соседи. И у меня соседи стоят кучей и обсуждают там женщин. Наши соседи. Вы, как по сравнению, ближе, ближе. Я, Чкалова, а я стою... Ну, Людмила Владимировна, ну правда, что вот она там такая, с нашей Чкаловой. Людмила Владимировна, ну мы зачем собрались? Подожди, подожди, я же уже договариваю. Ну, про Чкалова зачем? Прочкалова зачем? Вот говорите ей слово на нам. В общем, я не могу обсуждать ту девочку, потому что у меня у самой две дочери. Поречник Ивановича Людмилу Константиновну с 55-летием совместной жизни. Желаем долгих лет жизни, живите себе и всем на радость. Совет ветеранов города Тосно. Да! Тосно, да? Вот так вот. Я не сочиняюсь к этим словам от Совета ветеранов, чтобы так свели всю жизнь вашу. Вера, сама у нас художница, на газету, Людмила, на газету. Там написано, подписано? Да, да, все, Верочка, все. Ой, как красиво, красиво, парень. Цвела весна, и свет резвился. А я, а я без памяти влюбился. Когда? С тех пор минуло 55. А я, как прежде. Молодой, красивый, влюблен. Как в юности. Цветы несу, стихи пишу, тобой дышу. И вдруг она мне говорит, я уж совсем старухой стала, шепчу на ушко милой Люсе, коней на переправе, в любовной узде, я умру. Я тебя по-прежнему люблю. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой, молодец, поэт Семенович, поэт Семенович. Ни хрена себе, тут надо было в центральное телевидение приглашать. Где же оно? Не то, что трусы там по телевизору рекламируют, а вот где бы надо было. Семенову выскажи. Так эти стихи надо опубликовать в газете. Вот после поздравления. Все и будут читать их, правда? Да. Ну, в процессе своей, скромно выражаясь, деятельности, знакомишься с детьми поближе. И Ванечка поречный такой, Ваня поречный. Время показывает, Ванечка становится любимчиком. Причем, что странно, что его любят одноклассники и учителя. Это называется хорошим любимчиком. Это очень, понимаете, это очень редко. Обычно к таким вот пятерочникам, таким паинькам дети относятся ревностно. Завистники же появляются обязательно. А здесь нет. Вот здесь вот так вот все, так монолитно. Так и все, думаю, интересно. Какое же это происхождение такого ребенка. Потом узнаю вашу Танечку, невестку. Ой, Нина Филипповна, здравствуйте. Она первую школу заканчивала когда-то все. И уже с Михаилом Ивановичем и с Людмилой Константиновной познакомилась случайно в какой-то поездке туристической, познавательной. Тогда это еще практиковалось. К сожалению, все это кануло в лету. Так вот о Ванечке хочу сказать. Дети, дети, это все-таки олицетворение семьи. И вот этот Ванечка, так вот, и мы сейчас. У нас, кстати, внуки одинакового возраста. Мы с Михаилом Ивановичем иногда. Нет, нет, друг другу пожалуемся. Как твой, и как там мой. Так Ванечка-то это внук, да? Да, Ванечка это внук. Закончил большой университет. А я думала, сын. Нет, закончил большой университет. Имеет высшее юридическое образование. Все. И вот тут заходила приятница ко мне. Беседовали. Ну, всегда. Ну, о чем мы беседуем? Мы все равно же вспоминаем кого? Детей, с которыми мы работали. В разных вариантах. Ведь варианты же разные бывают с людьми, да? И вот она тоже говорит. Ну, вы тут в центре, Нина Филипповна, Ванечку-то давно видели. Я говорю, а Ванечке только слышу. Видит, не видела. Я говорю, привет иногда передает. А видит, я говорю, не видела. Так вот, я хочу сказать, что вот то, что... Визуально мы похожи, это нам сказали, когда мы еще женаты. Я говорю, нет, вот сейчас я что-то не обращал к этому вниманию. А говорят, когда муж и жена похожи, я счастливы будут. Вот я к чему говорю, да? И вот я сейчас присмотрелся, когда вот тут, так сказать, и так далее. И думаю, ази, на самом деле, вы так похожи, как брат родной с сестрой. Вот так вот. Поэтому, наверное, вот это... Это уже сочиняешь. Это редкие, да? Это уже сочиняешь. Вот она его слепила под себя. Вот, как-то слепила из того, чтобы мама... Нет, 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 нет. Это я вам говорю, как сотрудник милиции. Давайте за семью, за внуков, за внуков. Да, они становятся похожи. Собаки на хозяина. Да, да, да. Собака на хозяина. У нее собака стала вылитая, мама. А вот еще хочу получить подтверждение. Вот скажите, с годами любовь крепнет. Крепнет? Да, да, да. Крепнет любовь с годами. Это удивительно, что с годами крепнет любовь. В начале дети, проблема, да? Я не могу перетерпить кризис, который у нас стал. Да, да, да. Какие-то там годы, как обычно, по науке. Детей поднять, внуков поднять, все. То вы будете жить дальше и жить, и жить. Это вы знаете, это вот сейчас, в эти годы, это уже не два человека, это один. Вот мы сюда приехали, да, мы сюда приехали, когда ему было семь. Знаете еще что? Знаю Михаила Ивановича, а Людмилу Константинову все-таки так близко не знаю. Я с ней была один раз на соревнованиях. Еще где-то, она очень добрый человек, потому что, знаешь, у Валерии были такие ситуации, когда я там бесилась, злилась. А она говорила, ничего, Люда, попробуем отжиматься, попробуем прыгать. А меня это, знаешь, возбучало. Я говорила, да я не могу ноги к этому, Оля, то, что я не могу. Вот я шесть раз сделала. Ну, жаль. Вот, я говорю, я не могу. Она говорит, нет, она так спокойно говорила. Вот так, вот так. Ничего, надо пробовать. Вот таким вот образом. Я смотрела на ее невозвучимый характер и думала. Боже мой, Михаила Ивановичу повезло с женой просто. И думаю, у них действительно альянс, потому что вот они как бы дополняют друг друга. В этом плане, да, он вот спокойно, он такой, о, все нормально будет, все нормально будет. В таком возрасте, они уже знают, не надо даже слова, они уже знают, что друг друг думает, по взгляду одному. Что он хочет и что вы хотите. И что ждать. И что ждать. Забрось, что тебе ждать, он бежит как сумасшедший. Вот чек, 8. А уже скажи, о, да. Все, вы, еще там, все. А, о, уже, все, 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 пока. Я с вами посидел, девочки, я вам сказала приятные комплименты и до свидос. Все. А в совете, а я еще расскажу, как у нас в совете, какой порядок. Слышишь, какие шумные у нас члены. А он сидит, сидит. И молчит. Дайте мне слово. И молчит. А он так тихо, ну, может, мне дадите слово сказать. А мы еще нет, еще нет. Еще нет. А уже на второй раз. Так давайте уже. Я хочу слово сказать. Сначала потихоньку. Девочки, ну, хватит. А у нас еще это человек слово не сказал. Ну, ну, не предъеду Loki였습니다. А я ничего слова не говорила. Член совета. Ну, не дадите говорить. Я равняюсь на вас. Я равняюсь на вас. У нас в следующем году тоже будет 50 лет. Я хочу, чтобы у нас тоже все так же было хорошо. Я желаю вам счастья, радости, здоровья. И чтобы вы еще прожили там долго-долго. Как получится. Какой мы с папой должны быть? Бриллиант. 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 Так я и сама. Сколько бриллиант. Давайте до золотой потянем. Болотаемся. Болотаемся.